В нашей стране, да и в большинстве стран мира, общественное мнение очень остро воспринимает вопросы, связанные с радиацией и радиоактивными веществами. Это вызвано в первую очередь аварией на Чернобыльской АЭС, и затем на АЭС Фукусима-1. Надо сказать, что в обществе сложилась неадекватная, завышенная оценка радиационной опасности. Это объясняется во многом отсутствием у большинства людей научно обоснованных данных о радиации, о допустимых дозах облучения, о влиянии радиации на здоровье. Кроме того, представление о радиации сильно мифологизировано из-за различного рода сенсационных и часто недостоверных публикаций в средствах массовой информации. С самого начала зарождения жизни на Земле все организмы находятся под воздействием естественного радиационного фона, который формируется источниками как земного, так и космического происхождения. Источники космического происхождения, это потоки частиц с очень высокой энергией, приходящих из дальнего космоса, а также новые радиоактивные изотопы, которые образуются на нашей планете под воздействием этих частиц. К естественным источникам радиации земного происхождения относятся долгоживущие изотопы с периодом полураспада несколько миллиардов лет, существующие на Земле с момента ее возникновения. К таким долгоживущим изотопам относятся уран-238, тори-232, калий-40, и некоторые другие с продуктами их распада. В среднем, доза от естественной радиации составляет около 2,5 миллизивертов в год. При этом значительную часть от этой величины вносит радиоактивный газ родом, который присутствует в почве, воде, в строительных материалах, но больше всего в горных породах, прежде всего в граните. Поэтому в некоторых районах Финляндии естественный уровень радиации составляет около 7 миллизивертов в год, Швеция – 6 миллизивертов в год, Португалия – 5 миллизивертов в год. В России наибольшее значение естественного фона в республике Алтай – примерно 9 миллизивертов в год. Есть на Земле и уникальные места, где величина естественного радиационного фона превосходит среднее значение в десятки раз. Например, в некоторых районах Бразилии, Индии и Китая. Необходимо отметить, что за многие годы наблюдений на таких территориях медики не смогли выявить каких-либо отклонений от среднемировых показателей ни по раковым, ни по генетическим заболеваниям среди жителей этих стран и районов. Но при облучении человека большими дозами от искусственно полученных высокоактивных радиоактивных веществ вред может быть весьма высок. Как правило, когда идет речь о радиационной безопасности, в первую очередь подразумеваются объекты атомной энергетики и другие различного рода энергетические установки с ядерными реакторами. Безопасности таких объектов уделяется большое внимание, они оснащаются многоуровневыми системами защиты и контроля, а на случай аварии разрабатываются соответствующие планы действий, готовятся специальные силы и средства, которые позволяют уменьшить количество жертв или исключить их совсем. Так, при тяжелой аварии на трех реакторах АЭС Фукусима в 2011 году только два человека из персонала станции получили повышенные дозы облучения, причем эти дозы были ниже порога лучевой болезни. Но опасные последствия для жизни и здоровья людей могут представлять относительно маломощные источники радиации промышленного и медицинского назначения. Многие люди даже и не подозревают об их существовании, что уже приводило и может вновь привести к трагедии. Надо сказать, что радиоактивные изотопы и устройства на их основе используются почти во всех отраслях экономики. В промышленности с помощью радиоизотопных приборов измеряют толщину металлических листов, стенок трубопроводов, различных резервуаров и даже бумаги, контролируют уровни жидкостей, сыпучих материалов, измеряют плотность различных веществ, расход жидкости и газа, контролируют качество сварных швов различных деталей и многое другое. Что касается медицины, то радиоизотопные устройства, такие как кобальтовая пушка или гамма-нож для лучевой терапии, спасли жизни многих тысяч людей, страдающих от онкологических заболеваний. Особо отметим, что существуют источники ионизирующего излучения, не содержащие радиоактивных веществ. Это рентгеновские аппараты различного назначения. В выключенном состоянии они полностью безопасны. Наиболее распространенными радиоактивными изотопами, применяемыми в медицине и в промышленности являются йод-131, период полураспада примерно 8 суток. Цези-137, период полураспада 30 лет, кобальт-60, период полураспада 5 лет, стронций-90, период полураспада 29 лет, полоний-210, период полураспада 138 дней, амирицей-241, период полураспада примерно 430 лет. Все они крайне опасны при непосредственном контакте и при попадании внутрь организма. Таким образом, источники ионизирующих излучений можно встретить и в медицинских учреждениях, и практически на каждом крупном предприятии. Уместно спросить, а как же обеспечивается безопасность? С одной стороны, безопасность обеспечивается мерами физической защиты, например, все высокоактивные источники хранятся и перевозятся в специальных защитных контейнерах, как правило, отдельно от прибора, в котором они используются при работе. Капсула, содержащая радиоактивный изотоп, может иметь размер всего несколько миллиметров, но она заключена в толстостенный защитный контейнер весом в десятки килограмм. Также существует строгий регламент использования, сдачи и вывода из эксплуатации источников ионизирующих излучений. Нормы и правила эксплуатации радиоизотопных приборов и устройств, содержащих источники ионизирующих излучений. На всех предприятиях разработаны инструкции для персонала, организованный учет, контроль и хранение источников ионизирующих излучений в специальных помещениях. При соблюдении установленных правил источники ионизирующих излучений не могут нанести вред. Несмотря на все меры предосторожности, бывают, хотя и достаточно редко, случаи утери источников ионизирующих излучений. Например, при транспортировке приборов и устройств, нарушениях правил хранения и доступа к источникам. В разных странах были и случаи хищений с самыми различными целями, от простого любопытства до желания заработать, сдав в металлолом массивный защитный контейнер. Такие случаи приводили к тяжелым последствиям. Наиболее трагичными были последствия утери медицинского источника в городе Гаяния в Бразилии. В результате разборки опасного прибора более 200 человек получили повышенные дозы облучения, четверо умерли. При ликвидации последствий было снесено 42 дома, подвергнуто дезактивации 45 общественных мест, включая площади, магазины. Чтобы избежать несчастных случаев, все радиационно опасные приборы и изделия маркируются знаком радиационной опасности, стилизованным красным трелистником на желтом фоне. Возможно применение черного цвета, фон знака может быть белым. До 70-х годов прошлого века мог употребляться и другой вариант, пурпурный на синем фоне. В 2007 году международными организациями предложен новый символ ионизирующей радиации, показывающий радиацию, опасность смерти и необходимость покинуть зараженную зону, но широкого распространения он пока не получил. Знаком радиационной опасности обозначаются и тара, и помещения, где хранятся радиоактивные вещества и изделия, опасные участки местности, территории, оборудования и приспособления, предназначенные для работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения. При маркировке изделий с небольшими размерами, а также если нанесение знака ухудшает технические характеристики изделия, знак может быть нанесен только на упаковку или тару. Транспортные средства, перевозящие радиационно опасные вещества, маркируются специальным международным знаком опасного груза. Посмотрим теперь, как выглядит, применяются и хранятся некоторые радиоизотопные приборы и источники излучения, содержащие радиоактивные вещества. Перед вами один из многочисленных радиоизотопных приборов, широко используемых в промышленности, состоящий из блока источника излучения и блока детектирования. В небольших приборах эти блоки могут быть объединены в одном корпусе. Непосредственным источником ионизирующего излучения в приборе служит небольшая таблетка, изготовленная из того или иного радиоактивного вещества, в зависимости от требуемого вида и интенсивности излучения. В качестве источника гамма-излучения чаще всего используются изотопы цезий-137 или кобальт-60. Таблетка из радиоактивного изотопа помещается в прочную и герметичную неразборную металлическую капсулу или ампулу. Далее эта капсула вставляется внутрь прибора. Видно, что источник окружен толстым слоем массивной защиты, которая чаще всего выполняется из свинца и обеспечивает как формирование пучка излучения в нужном направлении, так и безопасность людей при работе, хранении и транспортировании прибора. Поток гамма-излучения после прохождения через контролируемую прибором среду, воздействует на блок детектирования. Анализ сигналов блока детектирования позволяет судить о параметрах контролируемой среды, плотности, составе, уровня, концентрации и других. Приборы, работающие по этому принципу, широко используются в промышленности при работе с агрессивными и опасными веществами при очень высоких или низких температурах и в других сложных технологических условиях. Внешний вид, размеры, конструктивное исполнение радиоизотопных приборов могут быть самыми разнообразными, в зависимости от назначения, мощности и режима эксплуатации. Но общие принципы обеспечения безопасности остаются неизменными. Мы находимся на предприятии, где используются и хранятся радиоизотопные приборы различного назначения. Размещаются они в отдельных изолированных помещениях с предупреждающими световыми сигналами, знаками радиационной опасности. Перед вами радиоизотопный прибор, генерирующий нейтронное излучение. В данный момент защитная крышка закрыта, прибор не работает и к нему можно подойти. На отдельной подвижной платформе размещен детектор, на который направляется поток нейтронов. Безопасность работы с установкой обеспечивается системой дистанционного управления совместно с системой сигнализации и блокировки, системой радиационного контроля. Прибор смонтирован так, чтобы исключить возможность случайного появления людей в направлении выхода потока ионизирующего излучения. Надо сказать, что меры радиационной безопасности сводятся к четырем основным принципам защиты. Защита количеством, защита временем, защита расстоянием и защита экранами. Защита количеством означает проведение работ с радиоизотопными источниками ионизирующих излучений, имеющими минимальную активность. Но этот способ защиты не имеет широкого практического применения, поскольку он ограничен требованиями технологических процессов. Кроме того, уменьшение мощности источника может потребовать увеличения срока облучения. Защита временем, это максимальное сокращение срока работы с источниками. Этот принцип защиты особенно важен при прямых манипуляциях с источниками излучения. Защита расстоянием, это простой, надежный и эффективный способ защиты, который обеспечивается достаточным удалением людей от излучателя. Защита экраном, применение поглощающих излучение защитных преград между источником и людьми. В нерабочем положении источники излучения должны находиться в защитных устройствах. Особенно важно соблюдение мер безопасности при работе с переносными приборами. Поток излучения должен направляться в наиболее безопасную для людей сторону. Например, сторону Земли, неба, капитальной стены и так далее. Если крышка закрыта, устройство безопасно. Открытая крышка, это опасность. Людей перед прибором быть не должно. Во многих радиоизотопных приборах в блоках источника излучения предусматривается специальный режим хранения. В этом режиме особой блокировкой затруднен случайный перевод прибора в рабочий режим. Самой опасной деталью в приборе является капсула с радиоактивным веществом, непосредственный источник ионизирующего излучения. Если взять такую капсулу в руки, можно получить тяжелое поражение. Известны случаи ампутации конечности и даже летального исхода при относительно непродолжительном контакте с ней. Так выглядят источники ионизирующего излучения различных типов и различного назначения. Это безопасные имитаторы, но выполненные в реальном масштабе. Внутри таких металлических неразборных капсул или ампул находится радиоактивный изотоп. Вообще говоря, промышленностью выпускается широкий спектр, сотни радиоизотопных источников, излучающих альфа или бета-частицы, нейтроны или создающих поток гамма-излучения. При работе с реальными источниками необходимо соблюдать строгие меры безопасности. Источники небольшой мощности перемещают с помощью манипулятора в виде телескопической штанги, снабженной захватом. Для работы с источниками гамма-излучения большой мощности используются специальные камеры, отделенные от оператора толстым свинцовым стеклом и свинцовой защитой. Выпускается также много видов источников ионизирующего излучения очень малой мощности. Несмотря на относительно большой размер, они содержат только микрограммы того или иного радиоактивного изотопа. Вот эти источники содержат изотопы барий-133, европе-152, кобальт-57, марганец-54. Все они являются источниками гамма-излучения. А вот плутоний-239, источник альфа-частиц. Эти диски тоже маломощные источники ионизирующего излучения. Тончайший слой радиоактивного вещества наносится на прочную подложку и закрывается тонким слоем пластмассы или покрывается лаком. Название изотопов и другие технические характеристики на такие источники очень часто не наносят, ограничиваясь номерами. Определить параметры источника, вид изотопа, тип излучения и так далее специалисты могут по документации или каталогам. Такие маломощные источники используются в основном для проверки, калибровки и испытаний различных радиометрических приборов. Поскольку мощность этих источников очень мала, то они непосредственной опасности не представляют. Но это при условии нормальной эксплуатации. При превышении сроков годности или пренебрежном обращении тонкий защитный слой пластмассы или лака может быть поврежден. Если такой источник взять в руки, то радиоактивный изотоп может попасть на кожу, а затем и во внутрь организма. А многие радиоактивные вещества весьма токсичны. Источники ионизирующего излучения хранятся так, чтобы они не причиняли вреда обслуживающему персоналу. Хранилище оборудуется сейфами для хранения радиоактивных веществ и системой дозиметрического контроля. При работе с источниками ионизирующего излучения, для их хранения и транспортировки применяются защитные контейнеры. Тип контейнеров, материал и конструктивное исполнение определяются характеристикой и количеством радиоактивного изотопа. Вот такие небольшие контейнеры применяются для временного размещения маломощных источников при непосредственной работе с ними в лаборатории или для перемещения их на небольшие расстояния в пределах рабочего места. А вот так выглядит заводской контейнер с низкоактивным источником. Но для безопасного хранения мощных источников гамма-излучения необходимы тяжелые специальные контейнеры, изготовленные из материалов, эффективно ослабляющих этот вид излучения, чаще всего из свинца, реже используется вольфрам. Что касается контейнеров для нейтронных источников, то они, как правило, имеют сложную конструкцию и состоят из слоев парафина, кадмия или бора с дополнительной гамма-защитой из свинца или других тяжелых материалов. Для дополнительной защиты при работе с высокоактивными источниками, для создания защитных экранов при работе с переносными приборами и в других случаях применяются разборные конструкции из свинцовых кирпичей и пластин. Теперь о том, что делать, если вы нашли предмет, вызывающий подозрения с точки зрения радиационной опасности. Где такое может произойти? Иногда на городских свалках, изредка и на городской территории, где располагаются крупные предприятия и научно-исследовательские институты. В мировой практике известны случаи обнаружения радиозатопных источников и радиозатопных приборов в заброшенных зданиях бывших медицинских учреждений, промышленных предприятий и специальных лабораторий. Были случаи, когда утерянные при транспортировке радиозатопные источники гамма-излучения, используемые в переносных приборах для контроля сварных швов, находили в местах прокладки магистральных трубопроводов. Обнаруживали источники ионизирующих излучений. Чаще всего содержащие цезий-137, в металлоломе черных и цветных металлов. При этом были случаи их попадания в плавильные печи. Например, такой вот пакет был обнаружен на стихийной свалке в подмосковном лесу. Вероятно, кто-то решил таким образом избавиться от неучтенных приборов. При обнаружении бесхозного источника ионизирующего излучения надо действовать так, чтобы находка не навредила ни вам, ни другим людям. Какие основные признаки радиационно опасного предмета? Первый, наличие соответствующей маркировки и знака радиационной опасности. Второй, контейнер цилиндрической или округлой формы, с необычно большим весом и, как правило, имеющий конструктивные элементы для транспортировки. Третий, небольшие металлические предметы цилиндрической формы, капсулы, стержни, внешне схожие с радиозатопными источниками. Четвертый, предметы и вещества, светящиеся в темноте. Пятый, результаты измерений бытовым дозиметром или радиометром, резко превышающие обычные фоновые значения. Наличие любого из указанных признаков, основания для принятия мер защиты, а именно. Первое, следует немедленно отойти от опасного предмета. Второе, предупредить окружающих, выставить ограждение по ситуации. Третье, вызвать специалистов МЧС России или предприятия Родон. Ни в коем случае не выбрасывайте радиоактивный предмет, не давайте его другим людям до прихода специалистов. Самые опасные находки, это капсулы, непосредственные источники ионизирующего излучения беззащитного контейнера или вне прибора, поскольку они могут быть источником мощного гамма-излучения и даже кратковременный контакт с ними может привести к тяжелым последствиям. Особую опасность представляют также поврежденные контейнеры или контейнеры беззащитной крышки. Учитывайте, что знак радиационной опасности может быть закрашен или стерт. Специалистов следует вызывать и при обнаружении пустого контейнера или прибора. Выпавший источник может лежать где-то рядом, кроме того радиоактивное вещество могло быть и жидким. Действия радиоактивного излучения на организм неощутимы человеком, поэтому нужно помнить и соблюдать несложные правила безопасности. Не прикасайтесь к опасному предмету и не исследуйте его самостоятельно. Если произошел случайный контакт с радиоактивным веществом, то тщательно вымойте руки, многие высокоактивные вещества опасны даже в микроскопических количествах. При крупной радиационной аварии и при пребывании на техногенно-загрязненной местности нельзя допустить попадания радиоактивных веществ внутрь организма, с пылью, с водой, с продовольствием. На улице для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств. В помещениях закройте окна, двери и вентиляционные отверстия, загерметизируйте щели и неплотности. Перед входом в помещение обмойте или оботрите мокрой тряпкой обувь. Верхнюю одежду перед входом вытряхните и почистите влажной щеткой, веником. Тщательно обмойте лицо, руки и шею. Рот прополощите. Воду и продовольствие можно употреблять, только если они хранились в герметичных емкостях или упаковке, либо в закрытых шкафах, ящиках, варях. Вода из городского водопровода, как правило, безопасна. Принимать йодистый калий или другие специальные медицинские средства следует только по прямому указанию компетентных органов. Очень важно держать включенным телевизор или радиоприемник для своевременного получения информации, инструкций и рекомендаций. Действуйте в соответствии с полученными указаниями, даже если их целесообразность не очевидна. Надо сказать, что заметно повышенный уровень радиации может быть в помещениях подвальных и полуподвальных этажей из-за скопления природного радиоактивного газа радона. Для проверки помещений и других объектов на соответствие нормам радиационной безопасности следует обращаться в органы санитарно-эпидемиологического контроля. Основанием для таких обращений часто бывают показания бытовых дозиметров. Поэтому скажем несколько слов о них. Следует учитывать, что как правило эти приборы пригодны только для грубой оценки радиационной обстановки, для относительных измерений, то есть в каком месте больше радиационный фон, или для определения места, где расположен сильный источник излучения. Не надо удивляться, если показания такого дозиметра при измерении радиационного фона сильно отличаются от официального значения. Это нормально. Просто бытовой дозиметр, очень грубый прибор. Бессмысленно использовать обычные дозиметры и радиометры для проверки частоты продовольствия. Если такой прибор поднести к продуктам и его показания не возрастут, это ничего не значит. Продукт может быть сильно загрязнен, даже в сотни раз больше допустимого уровня, а дозиметр не почувствует этого. Это касается и жидкостей, и воды, и молока, и других. Корректное измерение частоты продовольствия может проводиться только в лаборатории на специальной аппаратуре. Такие лаборатории действуют при центрах санэпиднадзора, на крупных рынках, в экологических организациях, центрах ветеринарного надзора. Если вы сомневаетесь в радиационной частоте своих продуктов, то лучше воспользоваться услугами таких служб. Продолжение следует...